Добрый вечер! Мы в прямом эфире. Вы можете нам звонить буквально через несколько минут, а пока мы начинаем наш эфир. Да, забыл представить Юрия Котляевского, с которым мы будем проводить этот прямой эфир. Здравствуйте, добрый вечер! Наверное, мы будем сегодня первыми, кто будет говорить на тему, волнующую сегодня, взволновавшую всех это назначение нового одесского губернатора. Да, но начнем мы с связи с Брачуком, со звонка Сергея Брачука из зоны антитеррористической операции. Он сейчас у нас на связи. И Сережа, ты меня слышишь, да? Ты меня слышишь, Сережа? Да, добрый вечер, Игорь Николаевич. Вы меня слышите хорошо, потому что здесь зоны проблемы со связью. Да, да, хорошо. Ну, рассказывайте, где вы, если это возможно. Давайте договоримся сразу точное место моего пребывания и точки, которые я посетил. Я пока называть до возвращения не буду. Могу сказать, что... Мы находились и находимся на самых главных участках фронта, так называемой линии размежевания украинских войск и российско-террористических группировок. То есть, та линия, которая была определена Минскими соглашениями, это все секторы, зоны проведения антитеррористической операции, кроме сектора М Мариупольского направления. То есть, мы находимся, ну, по дальнейшей большинстве районов, проведения антитеррористической операции. Если говорить о ситуации в зоне АТО, то есть, на линии фронта, ну, по привычке используем авиатуру АТО, я хочу сказать, что ситуация остается напряженной и довольно-таки сложной в связи с тем, что террористы и русские наемники не выполняют Минские соглашения. Сейчас активизировалась, очень активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп. И, насколько вы знаете, буквально накануне, в день христианского праздника Троицы, произошло нападение одной из таких диверсионно-разведывательных групп на украинских солдат. У нас в ТЭЛУ эта группа напала на одно из подразделений. Есть погибшие, есть раненые. И два человека в тяжелом состоянии, насколько нам известно, они тоже ранены, попали в руки бандитов. Их судьба сейчас выясняется. Пока никакой информации о них нет ни в штабе проведения АТО, ни, скажем так, наши источники тоже пока не сообщают. Эта ситуация, я вам честно скажу, взбудоражила все структуры силовые, непосредственно все украинские подразделения. Потому что вот такой срыв минских договоренностей через гибель наших солдат, конечно же, вызывает, ну я помягче постараюсь сказать, более негативных эмоций украинских солдат и офицеров, которые, я вот тоже без привлечения скажу, готовы выполнять свой долг и защищать родину и дальше освобождать украинскую землю. Также могу сказать, что, например, в районе населенного пункта Маринка, это фактически уже пригороды Донецка, активизировалась деятельность нескольких снайперских групп, действует так же, как и всегда, идет удар крупнокалиберного оружия стрелкового, и потом начинают действовать снайпера, что, конечно же, тоже никак не является соблюдением условий Минского соглашения. Вообще, к этим договоренностям у наших силовиков отношения очень сложные, потому что есть договоренности, их, конечно же, необходимо выполнять, но и каждый день мы получаем похоронки из фронта и, к сожалению, являются практически непосредственными свидетелями того, как гибнут украинские военнослужащие. Еще раз возвращаясь к деятельности диверсионно-разведительных групп, вот такие их попытки проникновения в украинские тылы, они отмечаются фактически по всей линии фронта. Также могу сказать, что возвращаясь к трое, это 31 мая, непосредственно уже сегодня, 1 июня, нарушаются договоренности ввиду того, что террористы и наемники продолжают обстреливать, в том числе и с крупнокалиберного оружия, не только стрелкового, но и артиллерии, в том числе и блокпосты украинских войск. Очень сложная ситуация, например, на крайнем блокпосту на Артемовском направлении, там, я напомню, еще и создан пункт перехода по временным пропускам мирных граждан. И вот сегодня, насколько мне известно, региональная и центральная украинская власть уже думают о том, чтобы этот пункт пропуска полностью закрыть, для того, чтобы избежать гибели мирных граждан. Буквально, опять-таки, накануне, по такие черные дни, когда мы находимся в командировке в зоне АТО, есть сообщения о гибели и мирных граждан, которые подрываются на растяжках, которые подрываются на слугасах, как правило, на оккупированной, временно оккупированной территории Украины. И также, насколько мы информированы, буквально несколько часов назад произошел обстрел населенного пункта Золотое-4, вернее, это тоже крайний блокпост украинских вооруженных сил, только уже в Луганском направлении. Тоже очень сложная ситуация, и опять-таки, там находится пункт пропуска граждан на оккупированную, временно оккупированную территорию, и территорию, которая контролируется непосредственно украинскими войсками. И тоже сегодня уже задумались над тем, чтобы этот пункт пропуска просто закрыть, опять-таки, дабы избежать гибели мирных украинских граждан. — Сережа, а что говорят руководители подразделений, которые стоят на линии размежевания? Если диверсионная группа проходит в тыл наших войск, буквально, в прямом смысле, убивает троих бойцов, берет двух в плен и, по тем данным, которые мы слышим, возвращается обратно? — Игорь Николаевич, я хочу сказать так, чтобы телезрители понимали, речь, конечно же, не идет, к счастью, не идет о глубоком тыле украинских вооруженных сил. — Это те районы, которые прилегают как раз к той линии размежевания, к линии фронта, как мы ее здесь называем. То, о чем мы говорили, в принципе, буквально несколько недель назад, сегодня и происходит. Мы указывали на те факты, что приходит лето и появляется так называемая зеленка. Здесь, в этой местности, лесные посадки, они намного богаче по лесистости, чем, например, такие же посадки в Херсонской или Николаевской, и даже в Одесской областях. Это целые леса, если сравнивать с нашими краями. Поэтому диверсионно-разведительные группы, в число которых входят и российские кураторы террористов донецких, конечно же, могут пытаться, и иногда у них, к сожалению, получается проникать, в том числе и в тыл украинских войск. Но что касается, например, деятельности других диверсионно-разведительных групп, я знаю, что пока мы проверяем эти данные, буквально час назад состоялось боестолкновение. Такой диверсионной группы, она была обнаружена, и вступив с ними в бой, опять-таки, на ответственный огонь произвели украинские военнослужащие. Несколько террористов уничтожены, и сейчас мы разбираемся, точнее, информацию по дальнейшей судьбе этой диверсионно-разведительной группы. Я не могу сказать вам точно, ввиду конфиденциальности информации о том, сколько таких групп уже обнаружено на линии размежеваний, на линии фронта, но их достаточно. Также, как повторюсь, появилось очень много снайперов. Опять-таки, можем отмечать, что эти признаки являются тем, что вполне вероятно, ситуация переходит в позиционную войну, чего, конечно же, бы не хотелось, потому что это затягивание вооруженного конфликта, а значит, опять-таки, гибель украинских граждан и украинских военнослужащих. Я надеюсь, что все-таки контактная группа по мирному регулированию процессов хотя бы попытается продвинуться, если не на полшага вперед, но остановить те действия, которые существуют сегодня боевики. Кстати, следует заметить, что волнение на той временно оккупированной территории сегодня усиливается. Речь идет о том, что боевики и террористы не платят зарплату, возникают проблемы с обеспеченностью рабочими местами, очень сложно найти сегодня медиков, педагогов, которые пытаются выехать, и уже многие выехали на территорию Украины. То есть, социально-экономический аспект на оккупированной территории, их напряжение растет. Понятно. Спасибо большое. И последнее настроение. Настроение наших ребят. Потому что все время сидеть в ожидании нападения, в ожидании каких-то провокаций, обстрелов, это достаточно сложно. И морально, самое главное, очень сложно. Вот о настроении. Ну, настроение. Опять-таки, не хочу говорить каким-то метрским тоном или заниматься шапкой-закидательством. Я буду говорить о том, что я видел и что я слышал. Конечно, все понимают, что есть договоренности. Опять-таки, возвращаясь к ним, их необходимо выполнять. Есть такие политические решения. Тем не менее, я могу сравнить с тем, что было год назад на фронте. И сегодня, вот уже практически сегодня ровно 11 месяцев, пока мы первый раз уехали на фронт. Я вам должен сказать, что и качественный состав бойцов изменился. Очень большая заслуга добровольческих, в том числе объединений наших офицеров. И ребята готовы, готовы сражаться за Родину. Ждут, конечно же, прежде всего мирного регулирования процесса. Давайте подождем. Сегодня это другая армия, чем 11? Абсолютно. Игорь Николаевич, я знаю, о чем я говорю. Человек, который до начала войны фактически критиковал всегда у кого сооруженных сил. И то, что руководство страны, предыдущее, сделало с нашей армией, сегодня я могу сказать, что благодаря добровольцам, благодаря украинским военнослужащим, и, конечно же, благодаря нашим волонтерам, армия изменилась. Сегодня действительно эта армия, эта вооруженная сила, которая учится на ошибках, учится на своей крови, на потерях. Тем не менее, сцепив зубы, она сражается. Поверьте мне, сражается достойно. Спасибо большое. Будь осторожен, возвращайся домой. Спасибо, до встречи. До встречи, спасибо. Итак, мы продолжаем наш прямой эфир. И тема у нас, конечно же, как и в первой части прямого эфира с Игорем Киселевым, это новоназначенный губернатор Одесской области, в прошлом, и в настоящем, между прочим, президент Грузии Михаил Саакашвили. Это было неожиданное, неординарное совершенно решение. Оно было столь неожиданное, что вызвало бурю эмоций в Фейсбуке, у одесситов, предположений, надежд, иронии, всего, что того комплекса, букета одесских эмоций, который вызывает неординарный поступок. Это действительно неординарный поступок нашего президента. Юрий Леонидович, вы что-то написали, по-моему, даже по этому поводу. Да, в Фейсбуке я написал, но это было связано не с тем, что назначили Михаила Николаевича Саакашвили губернатором Одесской области, а связано с тем, что в Фейсбуке появилось. Появилось огромное количество всякого рода текстов, и не просто предположений, а утверждений относительно природы этого назначения. И меня поразило в этом шквале мнений то, что Одесса все никак не может избавиться от очень убогого провинциализма. То есть, очень было похоже на ситуацию, когда Путина назначили президентом, исполняющим обязанности сидят люди, которые его в глаза еще не видели, и фантазируют, за какого Путина кто из них. То же самое происходит у нас сейчас. Люди со взаимосвещающими политическими взглядами потирают руки. Вот сейчас наша возьмет, сейчас мы им дадим. Кому им? Тем, которые тоже радуются приходу Саакашвили, вовсе они надеются, что он с ними что-то начнет делать. Причем и та, и другая группа, и третья, и четвертая очень рассчитывает, как бы, не дольше взять реванш политический, а серьезно обогатиться на этом назначении. Хотя уже понятно, что ничего подобного не будет точно. Что воровать он не даст, и, скорее всего, будет, вообще говоря, воров прибирать к рукам. Причем вне зависимости от их, как бы, былых заслуг, их номинальной административной должности, ее, как бы, политического веса и наличия возможности откупиться. Вот это все вместе взятое, понимаете, породило шквал совершенно нелепых каких-то, достаточно смешных текстов, и упорядочить все это в мозгах у читателя мне, не знаю, удалось, не удалось, но я, во всяком случае, попытался. Если говорить об этом тексте, я не думаю, что его надо повторять, вы можете просто в Фейсбуке посмотреть, но вот только что то, что рассказывал Сергей Брачук, мне кажется, то, что там обострение, определенное напряжение, мне кажется, что это косвенно связано с назначением. Дело в том, что дальше сидеть и терпеть эту войну на измор, в котором у нас разные весовые категории, у России и Украины, видимо, действительно невозможно игру уже вскрывать, как говорят картюшники. И вот ее вскрывают очень грамотно, ее вскрывают через Приднестровский анклав, где Россия не имеет прямого доступа только через пересечение границы, или Молдовы недружественной, или Украины недружественной, или через Румынию супернедружественной. Значит, ограничено попадание военнослужащих российских на территорию Приднестровья, уже давно ограничено. Введены предварительно, до назначения Саакашвили на должность губернатора, проведены законодательные акты, запрещающие просто так переезжать через территорию Украины в сторону Приднестровья. Все это вместе, мне кажется, порождает зону относительной нестабильности в том анклаве, который для России значим. Сдавать своих они не хотят, а удержать их они не могут. Ресурсов нет. То есть у Путина, вообще говоря, тупиковая ситуация. С одной стороны, он должен выполнять обещание защитить Приднестровье, с другой стороны, у него нет такой возможности. Что вы имеете в виду? Я имею в виду выдвижение воинского контингента через Украину на границу с Приднестровьем. Конкретно. Вы предлагаете, с какой целью? С целью повысить напряженность на этой стороне российско-украинского конфликта. Вот для начала вот так. Сделать вот это разнообразие военных ситуаций, анклавов таких уже три. Это Южная Осетия, это Абхазия и это Приднестровье. Сейчас они фактически... Да, извините, Крым. То есть Россия уже размножила количество тупиковых псевдогосударств, через которые она пытается навязать всему миру, Европе и бывшим своим сателлитам по Советскому Союзу, свои правила игры. Россия агрессивная страна, это признано законодательно в Украине, это признано всем миром. И сейчас с агрессором начали работать уже не только в пассивной форме. Типа они атакуют, мы терпим и жалуемся. Появилась некая активная линия поведения. Мне кажется, что назначение Саакашвили в этом смысле это одна из частей вот этой активной линии. Кроме того, вы считаете, что именно связано с внешнеполитической деятельностью? Думаю, что во многом так. Об этом мало очень пишут, но выдвижение воинское и определенная законодательная активность со стороны Украины подсказывает, что это именно так. Ну вот не так давно была история с Рогозиным, который не знал, каким образом ему добраться до Террасполя и тем более, как оттуда выбраться обратно в Россию. Ему пролет запретили на территорию Украины. Он румынам пригрозил, что в следующий раз на бомбардировщики приедет. То есть тоже такой крупный дядя, мелкий хулиган, понимаете? То есть на самом деле это как бы тема не новая. Но поскольку в Приднестровье и в самой идее... Он такой эпатажный человек, Рогозин. Ну вы знаете, человек он сложный. Человек, он вообще, говорят, сын главного оружейника Советского Союза. Да, ну он достаточно эпатажный. Коллекционер оружия, мастер спорта по гандболу, член всякого рода спортивных федераций и так далее. То есть он не просто эпатажный. Он человек, который делает то, что Путин на эту причину. Он такой, знаете, что у того на уме, то у этого на языке. Вы считаете, что назначение, простите, назначение Саакашвили в Одессу губернатором, это политический акт или все-таки организационный? Я имею в виду административный. Я считаю, что в первую очередь военно-политический. Это в первую очередь военно-политический? В первую очередь военно-политический. Терпеть дальше вот эту затяжную вавку на Востоке невозможно. Нужно предложить Владимиру Владимировичу другие варианты развития конфликта. Что сделает его сговорчивее. Где, в Дамаске или в Мариуполе, я не знаю. Но ему растягивают линию фронта и делают его ресурс, в общем-то, менее экономным. Вы считаете, что Михаил Николаевич достаточно воинствующий? Дело не в этом. Если он приезжает сюда руководителем административным Одесского региона, здесь появляются еще активные... А не кажется ли вам, что назначая суда Саакашвили, Ну, всем известно, что грузинская диаспора или грузины сегодня во многом заняли ведущие посты в разных организациях нашей страны, министерствах и так далее и тому подобное. Они стали первыми замами, вице, полувице, министром здравоохранения и так далее и тому подобное. Назначение лучшего из них, самого способного, судя по всему, в прошлом президента их страны, губернатором, это, ну, по крайней мере, такой, я бы сказал, не просто смелый, а решительный шаг для того, чтобы начать, может быть, реформы именно отсюда, с юга, от солнца, от моря, от берегов, может быть так? Игорь Николаевич, я думаю, что разговор о реформах будет вестись, но для того, чтобы провести реформы, нужно другие... Простите, пожалуйста, Михаил Николаевич, как вы сказали, по-моему, у него отчество несколько другое, да, Николаевич это по-русски. А, в принципе... Ну, его говорят, называют многие уже, так, по-небратски, Мишико, но я не хочу вообще допускать этого. Нет, нет, чего это? Мне кажется, я видел надпись от Жванецкого Михаила Николаевича Саакашвили своими глазами. Понятно, понятно. Может быть, это связано с тем, что именно не так, может быть, реформы, как прямая связь губернатора Саакашвили и президента Порошенко, а это прямая связь, конечно, как двух президентов, дает возможность сделать гораздо больше, чем это мог бы сделать любой другой на месте этого губернатора. Я все-таки думаю, что вот эта организационно-реформаторская часть, да, есть такой вариант, но есть и противоположный. Саакашвили изрядно надоел киевским обитателям пагорбов. Изрядно надоел. Он появляется во всех социально-политических каких-то шоу-мероприятиях. Он нас все очень хвалит. Ему самому эта ситуация, судя по всему, кажется искусственной. Он человек делан, и его сделали таким украшением иммигрантам. Иммигрантам на выходе. И, в принципе, уже поднадоела эта функция, это поддакивали эти одобряющего или одобряющего наше поведение. Или критикующего. Да, то есть он вроде бы как на нашей стороне, и он высказывает нам определенные симпатии. Он не задействован ни как администратор, то есть он отказался от более выгодных должностей. Он должен был возглавить антикоррупционный комитет. Он этого не сделал, сославшись на то, что он не хочет терять гражданство Грузии. Сейчас, получив меньшую должность, он от такого гражданства отказался. Что возмутило, кстати, президента Грузии действующим. То есть, на самом деле, мне кажется, что он получил предложение двоякое. Вот избавиться от этого уже накапливающего ореола, формирующего ореола человека, который занимает откровенно эмигрантскую позицию, ну, как Немцов был при Тимошенко, тоже не пришли к плечу манжет, говорят бы здесь. Значит, советник, несоветник, активный человек, ничего сделать не может, ситуацию не очень держит. Заигрывает с местными. То есть, вот это все, как бы, не для него. Есть второй вариант. Действительно, сделать Одесскую область, сделать в ней пионерский, пионерный проект. Сделать здесь рыночную экономику. Не можем всю Украину закрыть. Коррупция, взяточничество, засилье, как бы, вот этих самых тетушек, в том числе и политических. Типа нашего Скорика, там и прочее. То есть, протолкнуть инновации системные в одной области, причем в очень интересной области, у которой есть валюта, есть таможня, есть контрабанда, то есть много чего, чем надо и можно разбираться. Но мне кажется, что все-таки давляет из этих двух, один плюсовой, другой минусовой, организационно-управленческих парадигм, векторов, да, мне все-таки давляет, кажется, тот, который вызывает отрицательные эмоции. Ему в этой ситуации находиться дальше, как бы было не с руки. А тут появился еще и военно-политический вектор, который явно проглядывает в его назначении. Он хозяин той территории, по которой могут разворачиваться серьезные действия. Сегодня, вернее, вчера вопрос телеканала «Дождь» к Эдуарду Ощегурвицу. Эдуард Ощегурвиц дает интервью телеканалу «Дождь» и звучит. Это российский телеканал, все знают новость. Сейчас звонок, да, сейчас возьмем. И вопрос звучит так. Сможет ли Саакашвили стать диктатором Одессы? Ну, если у него замашки диктаторские были, отвечать, наверное, пристало Эдуарду Иосифовичу. Ну, Эдуард Ощегурвиц ответил. То есть нет? Нет, Эдуард Ощегурвиц ответил в том смысле, что в Одессе невозможно стать диктатором. Ну, я не согласен, потому что в значительной мере он сам склонен был к диктаторским манерам. И это только было начало, он мог в этом плане развиваться. Мне кажется, что в этом смысле мы немножко мифологизируем сопротивляемость Одессы. Она не настолько уже демократична, как нам бы хотелось. И говорить о втором решилье не нужно, тем более второй решилье у нас тоже уже был. И этот не хочет быть третьим или не захочет быть третьим, как только узнает суть вопроса. Я думаю, что вопрос не в методах управления, хотя Саакашвили человек достаточно решительный. И может быть в какой-то мере авантюристичный. Поэтому я бы не стал... Ну, договор совсем точно подходит. Не стал, да, не стал бы делать такую большую ставку на его уникальные способности, я таковых, извините, не вижу. Человек, он достаточно интересный, я бы сказал, забавный, неординарный. Его любовь к нему в Соединенных Штатах Америки и некоторых крупных американских чиновников, и эта связь тоже очевидна. Я бы не сказал, что она всех одинаково в Одессе греет. Это не так. Поэтому, что он здесь будет делать как хозяйственник, я думаю, что здесь, чтобы серьезно что-то менять, нужно иметь не такие полномочия, нужно быть президентом страны, а не губернатором области. Звонок, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я, конечно, очень рада, что назначили Саакашвили, но, вы знаете, неужели Одесса настолько нет патриотов-руководителей, но вот действительно истосковалась просто по людям, которые любят Одессу, и мэр, мягко говоря, не очень любит Одессу, и предыдущие губернаторы как-то равнодушны к Одессе, к Одесской области. Неужели у нас нет действительно настоящих патриотов? Еще у меня такой вопрос. Как вот мы, простые Одесситы, можем помочь новоизбранному губернатору, чтобы как-то облегчить... Новоназначенному, да. Да, да, новоназначенному. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, что его не надо мифологизировать просто. Да, я просто телезрительница, которая сейчас говорила, неужели. Вы знаете, я хотел напомнить, что когда неужели мы избрали, дали возможность избрать господина Костусева, моя вера в одесский патриотизм, в одесский здравый смысл, даже в одесскую иронию сильно зашаталась, сильно поколебалась. Ну, вы знаете, мне кажется, что ведь и Дюк Дерешилье, и братья Дерибасы не были одесситами. Они просто были порядочными людьми, высокопрофессиональными. Так что вопрос не в том, одессит, ты патриот или не патриот. Я думаю, что у Костусева была своя Одесса, и он был патриотом той Одессы, которую он видит, которую он может эксплуатировать и в ней жить и существовать. Еще звонок, да? Труханов не одессит. Ну и что теперь с этим делать? Так, извините, Скорик одессит, Валентин Симоненко одессит. Лучше, что ли? Я бы не сказал. То есть вопрос не в одессизме и не в патриотизме, вопрос в порядочности и в профессионализме. Я так думаю. Звонок у нас, да? Нет, следующий, у нас уже нет времени. Так сможет ли Михаил Саакашвили стать одесситом? Я думаю, что ему этого делать не нужно. Я думаю, что ему нужно сработать в силу своих возможностей с учетом ситуации. Вот вторая половина этой фразы меня немножко тревожит, поскольку учитывать ситуацию он не очень склонен. Он может повернуть рычаг так, что мы попадем, вообще говоря, в халепу, то есть в военную разборку очень крутую. Он человек не просто решительный, он человек, легко принимающий тяжелые решения, который может подставить армию, не способную воевать, под полный разгром. Исключительно из своих патриотических, глубоко профессиональных президентских, как бы, демократических установок. Ну, в данном случае вряд ли он сможет на этом уровне, на своем уровне, решать вопросы войны и мира. Значит, я думаю, что его назначение сюда связано как раз с тем, что он может, или они надеются нашей власти киевской, что он сможет обеспечить свободное передвижение воинских контингентов в случае, если это потребуется. Он сможет зажать местную администрацию и местные общины, таким образом соорганизовать их, построить, чтобы тот очаг конфликта, который может развернуться непосредственно в зоне Приднестровья, все-таки протекал не так, чтобы мы учились по ходу боя, теряя людей, а чтобы работали высокопрофессионально. Насколько мне известно, несколько тысяч отлично вооруженных и обученных бойцов уже сейчас выдвинуты к границе Приднестровья. Владимир Владимировичу есть о чем беспокоиться, его линия фронта растягивается, и возможности наносить удар только по Мариуполю или только по Артемовску у него исчезают. Мне кажется, в этом смысле ход грамотный. Если под него, под организатора этого хода на местности, на территории подобрали Саакашвили, этот выбор не самый плохой. Я бы сказал так, осторожно. Ну что ж, но это и шанс децентрализации. Очевидно. Очевидный шанс. Очевидно. Если Одесса при этом рванет как бы в рыночную экономику, и здесь реально что-то сделают с силовыми структурами, с прокурорской милицейской мафией, если у нас нормально заработает таможня, если город начнет быть не просто прибыльным, а образцово-показательным в экономическом плане, если здесь что-то появится как в Батуми, я думаю, что это будет заслуга не только одного Саакашвили, а тех, кого он сможет привлечь к этой работе. У нас есть способные люди, которые работают в серьезных экономических программах. Не только молодые и не только честные. Я хотел сказать, что ему придется иметь дело с разными людьми. У нас есть люди с разными источниками капитала, с разной историей возникновения бизнеса. Но ломать все, снимать всех, а потом искать сотрудников, это неправильно. Надо работать с теми, кто есть. Я так думаю. Ну что ж, у нас заканчивается наше время. Хочется только в заключение сказать. Флаг в руки, Михаил Николаевич. Флаг. Флаг Украины и флаг Одессы. Флаг Одессы, наверное, вы уже видели, потому что он, по-моему, стоит тоже в зале заседаний областного совета. А вот последнее, что я бы хотел сказать, это прощание с Палицей. С Игорем Палицем. Мне кажется, что совершенно незаслуженно господин президент не отметил его заслуги за предыдущий год в нашем регионе. Я не говорю уже о том, что, судя по всему, были договоренности, обещания, потому что в свое время Игорь Петрович отказался от депутатства ради губернаторства, губернаторства, а это происходит, как правило, только при условии гарантии со стороны президента каких-то, которые, судя по всему, не были выполнены, потому что он не назначил Палицу своим указом к губернаторам, но Палицу очень много сделал для спокойствия Одессы. Это правда. Он сделал за этот год, может быть, не так много хозяйственных подвигов или каких-то других, но то, что он сделал подвиг, успокоив Одессу и наш край, во всяком случае, лишив нас вот этого ужасного последствия 2 мая прошлого года, которые могли развиваться в любую сторону и могли развиваться очень кроваво, у нас, слава богу, этого не произошло. И во многом это заслуга Палица. Мне кажется, что его президент и мы должны были бы поблагодарить за то, что он сделал за этот год, что он сохранил мир в нашем городе, в нашем крае. А сейчас мы заканчиваем. Спасибо огромное. Спасибо всем вам. Всего доброго. Мы вернемся через 10 минут в эту студию. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»